Мама с шилом не штаны, из берёзовой коры, но пришёл сотрудник фонда, данные удалены. Мама с шилом не штаны, из берёзовой коры, но валай какого хера, где видос про SCP? Всем привет, вы на канале валай балалай, меня зовут Влад, и сегодня я расскажу вам всё обо всех видах заражённых из игры The Callisto Protocol, о биофагах. Охватим своим вниманием как сам патоген и его первоначального возбудителя, так и все виды, от самых малюсеньких личинок до исполинского альфа-образца. Патоген Парама – это первоначальный возбудитель инфекции, охвативший спутники Юпитера, планеты Калисто и Европа. Изначально он был обнаружен в месте под названием Параму, откуда и получил своё название. Точно неизвестно, где находилась Парама. Скорее всего, имеется в виду высокогорный регион Северных Ант на территории Южной Америки. Патоген из Парама не удавалось в полной мере исследовать по неизвестным причинам. Провал наступил, возможно, из-за количественного недостатка изначального материала, низкого качества или его повреждения, а также из-за примитивного уровня технологий на момент обнаружения патогена. Об этом известны из отчётов члена Круга – тайной и древней организации, существующей как минимум сотни, а возможно и тысячи лет. Круг ставил своей главной целью – ускорить человеческую эволюцию. Он использовал любые доступные средства, дабы позволить человечеству совершенствоваться. На момент 23 века Круг пытался сделать так, чтобы хрупкое человеческое тело, не способное существовать в экстремальных условиях, могло выжить без дополнительных технических средств, в таких враждебных средах, как безвоздушное, полное радиации и космическое пространство. Патоген Парамо, проникая в человеческий организм, запускал механизм ускоренной эволюции. Это выражалось в мгновенном, по меркам естественной эволюции, изменении всех клеток, органов и систем организма. Организм в считанные дни, а впоследствии и часы или даже секунды, начинал приспосабливаться к любым окружающим условиям. В экстремальном холоде, жаре, отсутствии воздуха, пищи, солнечного света, токсичных средах и других условиях, где человек бы погиб, зараженный организм был способен выживать и подстраиваться так, что тело продолжало функционировать. Когда исследования изначального патогена зашли в тупик, Круг приостановил его изучение по неизвестным причинам. Но в 23 веке случилась неожиданная, независимая от Круга находка. Она произошла на территории шахтерской колонии Аркас, расположенной на планете Калисто, одном из спутников Юпитера. Я уже не раз говорил, что не разделяю хейта в сторону The Calisto Protocol, но он точно не дотягивает до ремейка первой Dead Space, которую я считаю прямо-таки эталоном того, как нужно делать ремейки. Я бы поставил его на уровень второго Resident Evil, но проблема в том, что обе эти игры нельзя купить в российском регионе Стима. К счастью, эту проблему решает Купикод. Купикод – это целая игровая экосистема, в основе которой возможность быстро и легко пополнить баланс Стим или купить игры, недоступные в российском регионе. В их число входят Dead Space, Resident Evil и сотни других топовых игр, которые сейчас продаются на весенние распродажи по скидкам до 75%. Нужно просто зайти на Купикод по ссылочке в описании, выбрать любую интересующую вас игру или ввести сумму, на которую хотите пополнить свой баланс Стима, ввести свой логин Стим Аккаунта и мой промокод ВалайБалалай, чтобы снизить и без того низкую комиссию на пополнение на 2%. Оплачиваем, ждем 2-3 минуты и готово. Проще некуда, дешевле тоже. А если вы не нашли желаемого релиза в нашем магазине Стима, то эту проблему решит Купикод. Просто переходите в их магазин с играми, в раздел «Недоступные в РФ» и эти игры могут просто прислать вам подарком на ваш Стим Аккаунт. А самое приятное, что они полностью повторяют распродажу Стима. И про мой промокод не забывайте. Он дает скидку на покупку в 10%. И никаких танцев с бубнами для регистрации турецких, аргентинских или казахстанских аккаунтов. Кстати, и казахстанские Стим Аккаунты тут тоже можно пополнять в Тенге через Купикод. И аккаунты в долларах тоже. А если зарегаетесь на Купикоде, то с каждого пополнения и покупки будете получать кэшбэк. И самое вкусное, сейчас Купикод проводит конкурс КупилиАрт. Все, кто пополнит баланс через Купикод баланс своего Стима, имеют шанс выиграть Стим Дек, невероятно крутой девайс. Желаю вам удачи в конкурсе. Переходите по ссылочке в описании, вводите мой промокод ВАЛАЙБАЛАЛАЙ, чтобы получить скидку на пополнение Стима и покупку игр. Сэкономьте и заодно поддержите мой канал. Играйте в крутые игры с Купикод. В 2245 году под Аркасом шахтеры, добывавшие ресурсы для UJC, объединенной юпитерианской корпорации, докопались до замерзшего океана, в котором обнаружили неизвестное существо. Оно находилось в состоянии глубокого анабиоза, будучи вмерзшим в лед. Но оно было живое. Это существо не имело названия, но я буду называть его Левиафаном. Вполне возможно, что шахтеры его разбудили или даже попытались исследовать, а существо могло их атаковать. Закончилось знакомство тем, что Левиафан был убит, но из тела твари вырвались крошечные личинки. Некоторые из них забрались в тела нескольких шахтеров. Поначалу ничего необычного не происходило, но вернувшиеся в колонию люди стали испытывать симптомы заражения. Их вены стали чернеть, в головах словно что-то копошилось и сопровождалось это нестерпимой головной болью. Они чувствовали, будто нечто влезает в их мысли, берет под контроль их разум. Не в силах вылечить больных и сдержать заражение, колонисты послали сигнал бедствия своим нанимателям, UJC. Корпорация, за которой стоял круг, послала в аркос отряд чистильщиков и ученых. Чистильщики уничтожили колонистов, распылив субстанцию, превратившую большую часть жителей колонии в пепел. Немногие выжившие, которые бежали, укрылись на нижних уровнях колонии и мутировали в безмозглых и крайне агрессивных существ, получивших название биофаги. Ученые возвели карантинный периметр вокруг аркоса, а вход в шахту, ведущую к подземному океану, накрыли куполом. Внутри они обнаружили труп левиафана, но их ждала удача. В теле мертвого существа находились тысячи личинок. Оказалось, что личинки, а не сам левиафан, были возбудителями инфекции, охватившей колонию. Таким образом, можно предположить, что организм левиафана был способен на выработку этих самых личинок. К сожалению, была одна проблема. Воспроизводить личинок у круга не получалось, но количество живых личинок в теле левиафана оказалось просто огромным, что и позволило ученым собрать их и поместить в специальные колбы с раствором, в котором маленькие существа могли существовать практически бесконечно, так как одно из главных свойств патогена – неестественное долголетие. Дальнейшие исследования показали, что патоген, заражающий человеческие тела, по своим свойствам очень схож, либо полностью идентичен патогену, обнаруженному кругом в параму, что позволило реанимировать старую программу ускоренной эволюции. Образцы изначально изучались внутри сравнительно небольшого купола над шахтой Аркаса. А когда круг увидел огромные перспективы, исследования были перенесены на Европу, еще один спутник Юпитера, где они проходили в атмосфере строжайшей секретности. Круг не жалел средств и не сдерживался никакими моральными рамками. Главными подопытными были живые люди. Но когда материала для исследований стало не хватать, над Аркасом была возведена тюрьма «Черная жесть», заключенные которой стали нескончаемым пулом для дальнейших бесчеловечных исследований. Исследования на Европе и в тюрьме на Калисто привели к ужасным последствиям, которые и были показаны в игре «Протокол Калисто». Среди зараженных колонистов был один уникальный носитель патогена. Если все остальные шахтеры и жители после заражения неизбежно превращались в абсолютно безмозглых и безумно агрессивных мутантов, то этот носитель обладал всеми преимуществами мутации долголетия, возросшая физическая сила и выносливость, но при этом практически не потерял человеческий вид, сохранил свое здравомыслие и человечность. Но самым важным свойством была способность синтезировать личинок, чем не обладали остальные зараженные. К сожалению, он, как и большая часть колонистов, был уничтожен в ходе массированной чистки, что не позволило кругу провести все возможные опыты над ним. Труп этого человека был вывезен учеными круга и помещен в лабораторию на Европе, а впоследствии в тюрьму черная жесть. В научной документации он получил обозначение нулевой пациент, нулевой образец или образец ноль. Директор черной жести и член круга Дункан Коул пытался в первую очередь воспроизвести в лаборатории те же условия, что и в Варкасе, и создать нового нулевого пациента. Впоследствии ему это удалось. Биомасса – это живая субстанция, сформированная из биологического материала зараженных организмов и служившая строительным материалом для гнезд. Она крайне важна для биофагов по разным причинам. В случае отсутствия пищи, биофаги врастают в биомассу и получают все питательные вещества, необходимые им для продолжения жизнедеятельности. А так как биофаги – это не ходячие мертвецы, а очень даже живые организмы – непрерывное поступление питательных веществ для них имеет определяющую роль. В биомассе биофаги могут устраивать склад пищи, запасая в ней как части тел, так и тела целиком. Свойства биомассы позволяют такой заначке не гнить на протяжении практически неограниченного времени. Есть мнение, что биомасса каким-то образом связывает биофагов в небольшом радиусе в единое информационное поле, что позволяет ей передавать данные о присутствии угроз, добычи или потенциальных носителей на своей поверхности всем окружающим биофагам. Биомасса служит плодородной почвой, на которой произрастают яйца. Яйца – это… это яйца. В них развиваются самые маленькие виды биофагов. Яйца, появляющиеся на человеческих трупах, производят многоножек, а те, что вырастают на головах трупов, формируют длинношеев. Многоножки – это аналог личинок, только большой и более агрессивный. Они появляются в яйцах, растущих на телах людей. Если внимательно присмотреться, то можно заметить, что вместо лапок у многоножек человеческие пальцы. Они самые слабые, за исключением личинок, представители биофагов. Обычно они прячутся в ящиках, шкафах, в разных темных местах, откуда прыгают на голову добычи. Основная их опасность состоит в том, что они пытаются не убить свою жертву, как большинство биофагов, а заразить ее патогеном по раму. Длина шеи могли бы быть многоножками, но яйца, в которых они выросли, появились на головах людей, впавших в анабиоз. Возможно, анабиоз также вызывается патогеном. Яйцо и голова срослись в единый организм, который связывает длинный отросток, сформировавшийся на основе позвоночника. Почуяв добычу, ступившую на биомассу, яйцо с огромной силой выстреливает из себя голову на длинной шее. Голова, в которой растут тонкие, но очень цепкие полуметровые щупальца, занявшие место языка, цепляются к жертве и тащат ее в яйцо, где добыча благополучно сжирается. Ворчуны – это свеженькие зараженные, самые что ни на есть обычные рядовые зараженные, напоминающие зомби. Тупые, агрессивные, сильные, но лишенные каких-либо особенностей или примечательных способностей твари. Ворчуны получили свое название из-за характерных звуков, которые они издают. В темноте по пьяни ворчуна можно спутать со сварливым дедом. Разница лишь в том, что обычно, какой бы и дед не был сварливый, он не набросится на вас и голыми руками не постарается оторвать вам какие-нибудь части тела. Внешне тела ворчунов не претерпевают каких-либо серьезных изменений и во многом напоминают обычных людей. Выдает их будто гниющая или слезающая кожа, периодически отсутствующие глаза, уши или волосы и огромные волдыри. Ну и желание очень жестоко вас убить. Слепцы – это зараженные, которые на долгое время остались без пищи в темном пространстве. Они обитают преимущественно на территории заброшенной шахтерской колонии Аркас. Есть мнение, что это не эволюционировавшие, а наоборот деградировавшие ворчуны. У них нет глаз, они абсолютно ничего не видят и способны ориентироваться только по звуку. Так что бесшумную или неподвижную добычу они скорее всего не заметят. Они издают щелкающие звуки, но не стоит думать, что это эхолокация. Обнаружить цель щелканье не помогает. Оно не отражается от окружающих объектов. Поэтому они тупо слоняются по округе в поисках пищи, а когда ее не находят, врастают в биомассу на долгие годы, от которой они и получают все, что им нужно для жизни практически в состоянии анабиоза. В остальном это просто более беспомощный аналог ворчунов. Большероты и биофаги отличаются от предыдущих видов зараженных по всем статьям. Во-первых, они выше. Во-вторых, у них откуда-то взялась вторая голова, приросшая к первой. Загадкой остается, почему только голова, так как других дополнительных органов или конечностей у них попросту нет. Возможно, патоген, запуская эволюцию, пытался ради лулзов посмотреть, что будет, если на теле тупо вырастет еще одна башка. В-третьих, у большеротов есть способность, которой нет умения совершенных типов зараженных. Они способны внедрять патоген в жертву в ускоренном порядке. При заражении от большеротова человек превращается в ворчуна за считанные секунды. На такое не способны даже изначальные переносчики патогена, личинки и черви. Четвертая фишка большеротов это способность генерировать токсичную жижу, которую они изрыгают на жертв с большого расстояния. Что за орган ее производят, неясно. Бегуны это самые быстрые из известных биофагов. Они еще одни представители зараженных существ, которые получились при сращивании частей тел. У них то ли три, то ли четыре сросшиеся человеческие головы. Как бы это парадоксально не звучало, у бегунов нет ног. Все четыре их конечности это руки. Больше всего от остальных биофагов их отличает их уникальная способность полная невидимость. Как именно, неизвестно, но они могут сливаться с окружающим пространством, становясь на 100% невидимыми. Кроме того, их движения порой настолько быстрые, что можно подумать, будто они телепортируются в пространстве. Бегуны физически слабее большинства биофагов, но компенсируют они этот недостаток вышеперечисленными способностями, а также невероятно цепкими конечностями, благодаря которым бегуны могут без проблем бегать по стенам и потолку так же ловко, как по полу, а также по любым другим вертикальным и ответственным объектам, например, по деревьям. Нападают они преимущественно из-за сад. Бомбардиры нарушают главные эволюционные принципы в общем и принципы эволюции патогена Парама в частности. Любой организм должен А. Адаптироваться к окружающим условиям Б. Сохранять свою жизнь И. В. Обзавестись плодовитым потомством Бомбардиры клали на все три этих принципа хер. Единственный их принцип это подбежать к врагу и посильнее пиздануться, взорвавшись грохотом кровавых ошметков. Зачем они это делают? Почему они существуют? С какой целью патоген превратил людей в этих тварей? Ответы на все эти вопросы разлетаются вместе с телами бомбардиров. Близнецы это самые сильные и опасные представители биофаков за исключением нуля и альфы. Два человеческих тела срастаются в одну кошмарную тварь, а патоген по какой-то причине сильно увеличивает их размер, живучесть и физическую силу. Если внимательно присмотреться к этому существу, то можно найти много интересного. Две головы это понятно, но к примеру левая рука близнецов это две сросшиеся руки, а из правой ноги растет не одна ступня, а сразу три. Тело посередине разорвано, видно торчащую грудную клетку, будто изначальные тела разделили посередине, сшили правую часть от одного и левую от другого, а остатки выкинули. Подходить к близнецам смерти подобно. В ближнем бою они наносят ужасающие силы удары. Один взмах с двойной конечностью способен оторвать от человека целый кусок. Еще одна интересная деталь. По-видимому, каждая голова управляет своей частью тела, потому как если каким-то образом отделить одну из голов от туловища, то рука с этой стороны перестает двигаться, и монстр отрывает ненужную конечность, так как она становится обузой. Ноги при этом управляются коллективным сознанием, так как даже в случае потери одной из голов, ноги продолжают двигаться, как при наличии двух голов. Ворчуны, слепцы и большероты не сильно переживают, если они теряют конечности или даже голову, и способны долгое время функционировать даже при отсутствии большого куска организма. Получив большое количество урона, многие из видов биофагов начинают мутировать, и если их не уничтожить окончательно, конечности и голова восстанавливаются, а тело полностью теряет человеческий вид, превращаясь в груду мускулистой зараженной плоти, что повышает их физические показатели и делает их гораздо более опасными. Остался один самый опасный из биофагов – капитан тюремной охраны Леон Феррис. Старший офицер черной жестия родился 23 октября 2278 года на Ио, одном из спутников Юпитера. До вспышки он работал в спецназе, а после попал на службу в UJC, и в итоге оказался в охране тюрьмы на Калисто. Очень исполнительный, колоритный и крайне бесчувственный Феррис был абсолютно верен начальнику тюрьмы Дункану Коулу. Коул пытался вывести аналог нулевого образца, убитого чистильщиками UJC во время вспышки инфекции в Аркасе. Таким аналогом и стал капитан Феррис, заразившийся патогеном во время начала заражения в тюрьме. Коул назвал его альфа-пациентом или альфа-образцом. Феррис прошел через несколько фаз заражения. С каждой он становился все больше и сохранял способность говорить, мыслить и выглядел почти как человек. Кроме того, он умел главное свойство нулевого пациента – мог синтезировать патоген. Последняя фаза полностью превратила его в многотонное нечто, ничем не похожее на человека. Однако даже в таком монструозном обличии он сохранил способность говорить и думать. Теперь вы знаете все обо всех биофагах из ДК Листу Протокол. Огромная благодарность моим бустерам и особенно вот этим господам. Леха Феникс, Мистер Бегуд, Патрокс, Павел Павлов, Федор Венерцев, Тигр Усталый Серега, Максим Мэтт, Эгли Гуччи, Мистер Вэлиант, Панда Изей и Смоук71. Поддерживайте канал на бусте по ссылке в описании и доминует вас всякая криповая хренотень. Продолжение следует...